приветствие привет дорогие друзья показываю вам пространство где я сейчас нахожусь это север гуа запад индии передо мной открывается аравийское море индийского океана до начала эфира я вам покажу окрестности я сейчас нахожусь прямо на горе хожу самое интересное что эту гору я обнаружила совсем недавно после 10 лет и было ну как бы посещение этого места даже не знала существование горы варамболе там йоги занимаются пока у меня не было возможности узнать храм посвящен кому именно на самом деле если спросить индуистов что это за храм то будет ответ сразу такой храм шивой шива есть везде живо сейчас вы собираетесь и я начну освещение темы тема у нас сегодня ночь махашваратри что это такое что это за магическая ночь ночь любви ночь созидания творения пробуждение силы материализации своих желаний и особенно это того что касается любви отношений сотворение потому что эта ночь сотворение в прямом смысле слияния мужской и женских энергий ну хорошо сейчас начинаю свой эфир такая короткая экскурсия я пришла немного рано солнце еще не садится день удлиняется если неделю назад то было комфортное время для ведения эфира то сейчас нет сейчас еще довольно жарко здравствуйте с каких вы городов напишите пожалуйста кто попал сюда на эфир пока вы пишете я очень коротко расскажу о себе если мы с вами вдруг встречаемся впервые мне зовут виктория тодорова я являюсь югиней астропсихологом коучем мастером женских практик путешественница и исследователь древних мировых культур очень приятно да мир вижу да мир из киева кто еще замечательно шлю шлю тепло гуанское на украину в киев очень приятно насколько это возможно вас поддержать и само солнышко и я вместе тоже шлю вам тепло и свою поддержку он намахчивая кто еще у нас скажите пожалуйста кто на эфире откуда вы и мы с вами сейчас узнаем очень интересную тему я буду делиться исследованиями многолетними и вполне возможно что это не просто вам откликнется мы с вами сделаем параллель между древними учениями древней мудростью и тем что сейчас у нас происходит мире потому что все очень актуально и древняя мудрость дает нам всегда понимание текущей ситуации это все взаимосвязано привет надежда да вижу еще одного подписчика i heard that word наверное шива я думаю что он слышал слово шива привет из санкт-петербурга да вам тоже шлю тепло хорошо друзья тема эфира великая ночь маха шивараты само слово маха шиваратри означает маха это великий шива творец создатель а точнее даже если еще углубиться в глубину этого слова это бог богов это та сила которая объединяет в себя и силу созидания силу поддержания и силу очищения или разрушения то есть бог богов благодаря шиве колесо жизни за вертелы существует ведический миг в который говорится что брахма создал мир он создатель этого мира ну подобно тому как строители строят стены фундамент то есть готовая готовый дом вишну наполняет этот дом содержимым вишну поддерживает дом то есть вишну это энергия энергия поддержания энергия равновесия баланса вишну или выше это выше них данная у нас у славян у ведической культуре вы вишну это выше если брахма это сварок то есть энергия творения сварок выше вишну поддержатель и души которые были воплощены рождены брахмой вишну поддерживал продолжительность жизни именно благодаря энергии вишну мы с вами находимся в состоянии здоровья потому что нам необходимо поддерживать следить за своим телом ну так же как за любым домом необходимо ухаживать нужно убирать нужно ремонтировать вовремя и души взмолились к создателю и просили создателя что-то сделать потому что они жили тысячи лет и устали души от такой продолжительной жизни представляете это если даже в те скажем во времена сайте юге когда мир был друг другим то души устали даже в то время жить так долго и в это время родился шива он услышал мысли и просьбы чаяние душ родился шива и благодаря ему то есть у нас был цикл созидания поддержание и не было цикла перерождение то есть вот это колесо жизни она завертелась до него она создавалась увеличивалась на то есть как нам ну скажем надувается воздушный шар там или увеличивается пространство но не было нового цикла вот именно энергия новизны энергия очищения энергия трансформации перерождения это все энергия великого шивы для того чтобы энергию шивы держать нам ее в гармоничном состоянии любая энергия должна находиться в балансе если только мы теряем баланс уходим влево или уходит вправо уходим с оси то тогда у нас с вами наступает тот период или необходимость опять настроиться с с этой осью так вот когда мы с вами чрезмерно проявляем энергию шивы или чрезмерная энергия это злость гнев это разрушение если мы с вами регулярно используем энергии шивы это сонастройка отключение ума сонастройка как раз этой осью и очищение необходимые практики очищения они улучшают нашу с вами судьбу именно благодаря этому и у нас мы избегаем возможности или вот этого крайнего проявления бога шивы которые еще в индии говорят рудра рудра это одно из ликов шивы руды это красный рай это сияние рудра это гневная ипостась бога шивы интересно ли вам скажите пожалуйста вот эта вот тема поставьте плюсики если вам интересно и смотрите я сейчас нахожусь в индии в гуа сейчас покажу вам еще солнышко и хочу опять цель моего эфира показать рассказать поделиться тем что культура имеет общие корни что находясь в разных уголках земного шара если мы с вами изучаем и познаем основу то мы видим общность культур общность единого общего знания и благодаря вот этой вот единому полю и основе основа это есть корень как всегда когда мы имеем вот эту вот общность тогда нам с вами нечего делить когда мы с вами живем и существует очень интересно хорошо я приготовила картинки давайте мы рассмотрим опять рассмотрим кто такой шива вот он бог шива еще раз это энергия очищения либо разрушение в чрезмерной форме шива эта энергия между мир я нам то есть энергия между мирами это ваше состояние или на наше состояние когда мы находимся состоянии медитации любые пограничные состояния между явью и правью состояние дремой дремоты дрема это как раз таки определенное состояние ли ну скажем вибрации головного мозга когда мы находимся как раз таки привет смотрите привет когда мы находимся с вами между мирами именно в таком состоянии у нас нет он видите какие здесь детки все знают привет ты знаешь кто это вот это знаешь кто кашива видите у нас есть такие вот звезды рядом вам нам окчевая состояние дремоты состоянии между мир я именно в таком состоянии у нас с вами и материализуются события состояние между мирами когда у вас появляется скажите когда у вас вот один из примеров состоянии медитации когда мы находимся между мирами напишите пожалуйста еще что вы думаете когда такое состояние проявляется в нашей жизни нам не будет тоже интересно услышать ваше мнение то есть опять дремота вспоминаем дремота это между явью и навью когда вы очень расслабленный когда в каких случаях вашей жизни случается вот это вот проявление энергии потому что это тоже энергия шивы тоже состояние пограничное когда мы с вами можем и имеем возможность проявить в нашем материальном мире эту энергию оттуда мы считываем или ее привлекаем и проявляем нашей жизни то есть вот это вот на самом деле эфир по волшебству потому что шива главный волшебник потому что шива и благодаря энергии которую мы с вами проявляем проявляем именно в йоге в том числе йоге есть волшебники и вообще йога это есть волшебство на самом деле если конечно учитель у вас соответственный потому что йога это в своей глубине это учение о том каким образом можно находиться пребывать создавать вокруг себя пространство гармоничное для вас исходя из своего внутреннего состояния ну что ж где еще проявляется энергия шивы пожалуйста напишите какая милота дети появление дед деток украсила эфир так и есть да детки уже ушли да знаете вначале у меня такое буду кто приходит я веду эфир кто мне мешает смотрю дети ну как вот дети это конечно чудо я жду от вас все-таки вашего участия состояние пограничное состояние как в жизни проявляется но пожалуйста напишите давайте дальше мы с вами движемся это все что касается маха шивара 3 который праздник который наступает в эту субботу и конечно же я буду отмечать его вместе с вами сейчас мы с вами узнаем еще об элементах о символизме шивы вы очень много узнаете вот в этом эфире сейчас даже будет такая интересная очень что интересного я вам поведаю какая какое сходство между александром невским и великим шивой поэтому оставайтесь с нами а также каким образом энергию шивы вроде бы как индийский бог как мы в современности где бы мы не находились в какой бы стране мы не находились мы могли бы улучшить свою жизнь благодаря энергии этого великого бога богов шивы а также кто есть шива в нашем славянском пантеоне богов так что давайте будем исследовать с вами и вот у нас символ атрибут шивы скажем вот таким вот образом вот этот атрибут он проявляется в том числе даже чуть позже мы узнаем каким образом он проявляется в скажем православной культуре именно вот этот атрибут да дорогие мои друзья у нас сейчас время объединения они разделения нас разделяли уже очень давно для того чтобы стравить друг друга и доказывать чья религия лучше а мы сейчас с вами наоборот объединяем вот эти знания воедино и так вот этот атрибут шивы это шива лингом потому что если скажем показать шива и парвати сейчас мы увидим с вами шиву и парвати ага ну вот смотрите у меня уже готовый такой вот плакат он будет этот плакат я использую для женского круга который состоится великую ночь шивы слева шива его супруга парвати и если мы видим такой плакат да он скажем вот такое изображение то это относится к человеческому царству ну а что же делать ведь шива то проявлен он везде шива он как вот я сказал в начале эфира если так спросишь местного жителя кому чей это храм он скажет конечно же шива шива везде понимаете так что шива он присутствует везде и если спросить или вот такой универсальный атрибут шивы которые относятся и к животным и к насекомым и ко всему живому материальному миру и материальной природе это именно вот такой символ используется в индуизме это древний ведический символ если мы видим сами вертикаль это мужчина и горизонталь в образе йони или матка смотрите женщины да это матка и мужской половой орган и вот соединяясь две энергии мужская и женская рождает жизнь на вы видите наши валингами три полосы три мира три времени прошлое настоящее будущее и глаз шивы который присутствует объединяет эти все три мира у шивы есть барабанчик вот такой вот маленький барабанчик он шива это творец он постоянно танцует постоянно проявляет вселенную то есть наша материальная жизнь это постоянный танец и шива танцует и сейчас мы увидим каким образом выглядит танец шивы вот этот барабанчик создает вибрацию звук и посмотрите он похож вы можете сказать вот по своей по очертанию на что похож вот этот вот еще барабанчик пожалуйста напишите используйте свое воображение позволяйте себе немножечко расширьте свое воображение на что похож этот барабанчик то есть благодаря этому барабану который называется домару кстати на в ирландии вообще джон да на английском барабан это драм дамару благодаря этому барабанчику создается материальный мир то есть что такое барабан барабан это дрожь правда же это есть та вибрация благодаря которой и энергия уплотняется в определенные сгустки и порождается материальный мир кстати я еще не вижу никто не написал состояние пограничное состояние когда у нас бывает в жизни состояние между сном и бодрствование дорогие друзья начата я не вижу от вас на это вроде бы все очень должно быть ясно давайте я подскажу очень хочется чтобы вы приняли участие чтобы немножечко тоже включили воображение за заставили себя подумать потому что вопросы это вообще уникальная вещь то есть сдаем вопросы ищем ответы в этом и есть цель в том числе нашего и прихода рождения в этой жизни пограничное состояние это не просто медитация пограничное состояние в шавасане пожалуйста состояние шавасан это есть до при пробуждении все правильно когда мы пробуждаемся когда мы еще не успели вернуться в материальный мир то есть полностью уже осознать себя в этой игре тогда у нас есть возможность изменить наш сегодняшний день поэтому очень вот слышу звук шивы о прекрасно то есть что такое шива шива это самое скажем одна из мощнейших таких одно из мощнейших состояний когда мы можем изменить свою жизнь благодаря вибрации я сейчас веду эфир а вот и слышу да это сзади меня звук ом мантра ом так что это состояние которое мы испытываем во время интимной близости медитация сон это состояние когда вам может быть очень приятно и вы расслаблены это может быть при в разных ощущениях например принимаете ванну и вы расслаблены вот это вот состояние когда улавливаете это тоже есть это может быть состояние расслабление состояние между мирья барабан как объединение двух треугольников правильно мужского и женского символа конечно на самом деле правильно вот здесь вот какого-то однозначного ответа нет так и есть два треугольника дальше посмотрите число восьмерка вы видите восьмерка это тоже символ сатурна восьмерка вообще число сатурна восьмерка великого шани и это есть баланс это есть равновесие восьмерка том числе вот такой вот музыкальный инструмент шивы это барабанчик у него есть еще и раковина у шивы которая создает тоже определенную вибрацию вот он танцующий шива благодаря этому танцу мы постоянно да то есть танец происходит где танцуют шива он танцует не снаружи он танцует внутри каждого из нас вот сейчас вы смотрите этот эфир слушаете про энергию шивы а он уже вас пробуждается то есть вы мы обращаем внимание на энергию творения вибрации да мы говорили про барабан мы говорили про пограничное состояние насколько важно осознавать себя в этом состоянии насколько важно быть осознанными то есть когда вы пробуждаетесь о чем вы думаете очень и очень важно или засыпая с каким состоянием вы засыпаете и танцующий шива это не бог который находится снаружи бог который внутри нас как вы думаете какой барабан внутри нас есть существует напишите пожалуйста если такой вот барабанчик дамару внутри нас внутри каждого из нас будет очень интересно узнать и энергия воссоздание энергия танца шивы это есть сейчас еще тоже будет для вас очень интересная новость возможно для многих из вас энергия шивы которая постоянно создает мир постоянно поддерживает картинку мира картинку это что это вот твердый проявленный мир этот проявленный мир создается энергии шивы энергии барабана надежда правильно какой барабан 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 или у нас это в бубен бубен нашей традиции то есть то энергия шивы сердце сердце пульсирует сердце бьется это и есть проявление шивы одно из проявлений будет верно сказать потому что высшее проявление шивы это дух дух это то высшее что уже облачено в душу облачено физическую оболочку то есть наша физическая оболочка посмотрите на свои руки посмотрите на ладони вот проявление физической оболочки это есть качество вашего духа качество в том числе связи с самим духом ой глубоко мы копаем с вами но это прекрасно идем дальше я вам обещала рассказать нечто очень интересное давайте вот посмотрим на эту картинку и так связь между нашей православной культурой и древней ведической культурой но будем гать индуизмом да так современная сейчас так известно на этой картинке вы видите ритуал который совершают шиви знаете нам вот сейчас кажется что ну так вот те кто первый раз жизни это видит напишите кто первый раз жизнь в жизни видит вот такую картинку то есть что это такое это шива линга и на него возливается молоко или кефир то есть это может быть топленое масло нечто дорогостоящее понимаете то есть это подношение самому шиви называется этот ритуал абхишека или абишека и благодаря этому ритуалу подношение как бы уважение мужского начала мы высказываем свое почитание ну есть плюсики или все вы видели такое да в вашей жизни уже вы встречали вот такой вот ритуал давайте я сейчас покажу то есть цель моего эфира узнать как древняя культура древнее наследие сочетается с нашим сегодняшним днем как древняя ведическая культура в данном случае вот ритуал абишека в ночь махаши в оратре это будет проводиться в индии в практически в каждом храме действующем храме проводится вот этот вот ритуал подношение шире а инга еще не видела и и навидела ну давайте открываем дальше секреты находим общие корни посмотрите напоминает ли вам это предыдущий предыдущую картинку кроме того вспоминайте мы с вами видели шиволинга шиволинга единение мужского и женского и вот это всем известный нам кулич с крашенными яйцами символизм одинаковый кулич это мужчина мужское начало на которое возливается белок заметьте белок белок это что творение это материальное тоже проявление и женское начало яйцеклетки то есть это символ единения мужчины и женщины конечно удивительно просто если узнавать и исследовать и смотреть на вот этот мир на ритуалы которые мы делаем более ну с такой с глубокой точки зрения мы с вами найдем столько много общего на самом деле удивительно и время в которое мы живем тоже удивительное вот еще одно изображение шивы значит уши вы смотрите у него в руках музыкальный инструмент вот в данном случае еще и палец а то есть руки шивы занят у него 10 рук иногда даже больше бывает когда-то пять лиц то есть вот шива он бог который существует во многих мирах сразу и одновременно символ барабанчик трезубец кстати вот здесь вот я не вижу трезубца но сейчас я вам покажу трезубец это тоже символ шивы ах здесь наверно тоже его не видно но я думаю вы понимаете чем что я имею ввиду трезубец дорогие мои друзья давайте немножко поговорим о трезубцы кому интересно узнать о трезубцы поставьте плюсик уж очень это актуально на сегодняшний момент трезубец тоже атрибут шивы да именно шива интересно да наташа рада тебя видеть что такое трезубец трезубец это другими словами это виллы виллы именно тройные виллы до трезубец символ украины давайте сейчас тогда позву с вами исследуем каким образом связано украина и трезубец шивы чем символизм в чем а вот что это такое в чем сходство чем единство во первых хочу еще раз сказать что мы с вами учимся использовать здравомыслие и все что говорю я нужно проверять и не верить не принимать на сто процентов как истину это очень важно я и кто бы то ни был трезубец это есть символ шивы это есть присутствие в трех мирах шива постоянно существующий и объединяющий три мира трезубец это еще и вспоминают не только шива это еще и нептун трезубец как повелитель вод трезубец как имеющий силу в трех мирах и также 3 3 зубец это еще символизм во первых каждый волшебник должен иметь трезубец для того чтобы мы могли благодаря вот этому трезубцу три мира воздействовать структурировать воду пространство воды извините не только пространство воды чтобы мы могли структурировать воду своими желаниями своими намерениями то есть это рабочий инструмент трезубец трезубец это еще карма действия результат за действие и так как шива довольно строк у шивы огромное сердце шива это бог который или энергия которая не может не откликнуться он откликается всегда в любой ситуации шива это справедливость шива или сива сиваяр если брать наш язык то бог сива это шива это сиваяр на севере индии не говорят шива на севере индии говорят сива потому что там сохранилось вот это вот имя шивы сиваяр седой старец неподкупный старец который уже готов перейти в иной мир он честен он справедлив и трезубец это еще имеет символизм присутствия в трех мирах и энергии шивы и помним что шива если мы не соответствуем программе не соответствуем своему предназначению шива когда уходим от своего пути шива становится рудрой гневным он проявляет в себе ну когда танцует рудра это разрушение миров происходит понимаете поэтому есть очищение регулярная практика очищения в том числе на икадыши очень важно 11 и то есть есть определенные умные сутки когда нужно проводить вот такое вот ощущение то есть энергия шивы нужно очень аккуратно работать или взаимодействует с энергией шивы если мы не соответствуем своему пути он грозно входит и наводит порядке но опять-таки как порядке через гнев он не может его практически невозможно остановить здесь только может вмешаться уже женская сила и успокоить шиву поэтому очень важно и вот в эту субботу я буду проводить круг маха шива ратри это будет женский круг где мы с девушками будем гармонизировать энергию гармонизировать свое сердце свое внутреннее пространство и тем самым наша одна из наших целей это обрести любовь проявить себе любовь с гармонизировать отношения внутри семьи и за пределами начинаем себя и потом идем за пределы потому что шива сейчас на украине это не шива это рудра это гневное проявление и началось вот это вот все ну скажем в активной форме как раз таки до ночи маха шива ратри в прошлом году то есть это тоже имеет очень такой вот символизм давайте идем дальше и еще раз хочу вас вдохновить на то чтобы вы исследовали пожалуйста на не принимайте все на чистую веру а исследуем вот вот мы с вами остановились на этом изображении шивы смотрите у него обязательный атрибут змея а точнее змей в данном случае у него пятиголовый змей как вы думаете напишите пожалуйста змея как символом чего может выступать вот здесь или вообще змея символ чего как вот вы относитесь к змеям напишите мне бы тоже очень интересно узнать у меня например очень такой двоякой отношения к вообще к змеям с одной стороны это видите как мудрость другой стороны змея на и укусить может когда-то это и предательство может быть да тоже змея то есть это такое вот очень интересное создание напишите пожалуйста в данном случае что может быть мудрость змея мудрость да давайте сейчас мы тоже с вами еще также рассмотрим почему змея считается вот имеет образ мудрости мы с вами тоже сейчас уже немножечко посмотрим то есть есть же объяснение вот почему змея мудрость но я например вот мудрость могу назвать какие животные вот собака мудрая для меня собака мудра коварство да именно так и коварство тоже еще какие качества вот змея как вы относитесь к змеи мы сейчас посмотрим с вами рассмотрим символизм змеи бою змей на считаю символом мудрости я тоже как-то к змеям хотя они у меня как один из покровителей змея считается но вот я у тоже как-то со змеями очень аккуратно стараюсь избегать насколько это возможно а вот об этом все мы будем кстати в эту субботу дорогие друзья девушки следите за анонсом у нас будет великая ночь живы женский круг созданием мандалы будет волшебный ритуал у нас гармонизации семьи любви привлечения любви будет очень интересно другая цивилизация уважения хорошо давайте посмотрим с проще посмотрим проще что уж такое за символ змеи символом змеи или как змея проявлена в теле каждого из нас вот представьте что змея есть символ вот энергия змеи есть каждому из нас у вас есть тоже символ змеи в каждом из вас есть змея что же это за змея и даже скажу вот так голова змеи внизу а хвостик наверху даже вот так хотя возможно я ошибаюсь но насколько я помню вот именно так то есть я хочу вас вдохновить на исследование ну давайте я сейчас прямо хранение змея хранит древней мудрости прокалил покровитель медицины змея да все верно так вот змея из каждым из нас змея это позвоночник правильно правильно позвоночник змея это свернутая в три с половиной оборота сексуальная энергия которая хранится в области копчика и во время занятий йогой мы делаем разные практики в том числе мула банха да когда мы с вами работаем с мула банкой с мышцами промежности когда мы делаем практики на раскрытие поднятия энергии на трансформацию это все есть активация внутреннего змея когда у нас с вами появляется мудрость мудрость появляется тогда когда мы прорабатываем нижние центры наши животные инстинкты то есть базовые страхи когда мы раскрываем делаем практики самые разные раскрываем активируем духовные центры тогда проявляется змея тогда появляется мудрость то есть Это та энергия, которая хранится у нас в области копчика, кундалини. И именно вот этот символ, что означает, что этот бог, в данном случае Шива, раскрыл в себе кундалини. Если вы где-то увидите вот такой капюшон над божеством, это означает человек или существо, бог, раскрывший в себе сексуальную энергию и поднявшись, то есть пробудивши полностью вот такую вот энергию. Для чего нужна эта энергия? Я сейчас буду говорить, для многих это будет совершенно непонятно и мистически звучать, но тем не менее, эта энергия нам нужна для перехода, для грамотного или такого ухода из земли, как изначально нас сотворили. Человек должен уходить в свете, в свете теле. Звучит пока еще мистически для многих, то есть мы поднимаем эту энергию и уходим, рождается звезда, мы уходим в свете теле. То есть вот здесь на этой картинке, на этом изображении видно, что это бог, который раскрыл в себе полностью все энергетические центры и стал светом. То есть раскрытый капюшон змеи говорит просветленный человек или человек, который контролирует свою энергию кундалини. Вижу ваши сердечки, благодарю. Но мои ученики это понимают, для вас это не секрет. Дальше я вам вот что еще обещала показать. Александр Невский, Исаакиевский собор. Если вы спросите, что это за ракушка, да, как говорят, это раковина вокруг, это не раковина, это есть сияние. Это сияние клубьего и колобьего тела. Друзья мои, для незнающего человека, если показать ребенку, он скажет, что ребенок что скажет, что это, ну, там какая-то ракушка. Это для людей, которые не знают основы, не владеют этими ключами. Я вам передаю ключи, еще больше ключей, даже не ключи, а именно практику во время занятий йогой. Это все мы с вами проходим. Это все непосредственно в нашем, в дыхании, в практиках, в медитациях. И так мы видим с вами Александра Невского. И символизм, вот этот символизм говорит о том, что это был просветленный человек. Александр Невский, это человек или уровень бога, полубога, если так говорить, то есть уровень дева. Да, то есть что это означает, человек, который раскрыл в себе свои энергетические структуры, оболочки, который раскрыл в себе сияние. Так что, дорогие мои, очень много чего интересного можно увидеть и узнать, если мы изучаем древнюю ведическую культуру, если мы наблюдательны, исследуем, и, во-первых, убираем вот эти вот наши клише. Да, то есть вот там экскурсовод сказал так, значит это так. Убираем, оставляем пустоту и смотрим на мир, как дети, с таким удивлением, знаете, с исследовательским. Так, что еще я приготовила для вас, какие картинки. Вот, смотрите, наверное, сейчас самому интересному на этих выходных в субботу у нас будет женский круг. Цель этого женского круга провести эту ночь Маха Шеваратрия. Мы встретимся вечером, это будет по Лондону, ну не такой уж и вечер, в Лондоне будет 16 часов, по записи можно будет пройти эту медитацию, встречу. Значит, 16 в Лондоне, 19 в Москве, в Индии будет уже половина десятого вечера. Вот это тоже изображение Шивы и Шакти. В каждом из нас существует энергия внутреннего мужчины и энергия своей внутренней женщины. Если вы родились в теле мужчины, значит, у вас больше количества энергии мужской, и если в женщине, значит, более проявлено у вас женская энергия. Но у нас не бывает только женщин, только мужчин, особенно, если это касается наших славянских женщин. Наши женщины невероятные амазонки. Ну вот в большинстве случаев я бы, наверное, сказала так. Скажите, есть ли среди нас, что вы можете сказать, есть ли такое, откликается ли вам это? Да, потому что я вижу опять и как астролог, который консультирует постоянно людей, девушек, в основном ко мне приходят женщины, в основном девушки. И что я вижу и заметила, что наши славянки – это в прошлом амазонки. То есть это сейчас мы живем в женском теле, но душа, которая прошла уже множество битв, множество войн. И в нашем, сейчас в нашем времени одна из задач стоит для нас, для женщин-славянок – это гармонизировать свое женское начало. И именно это мы будем с вами делать во время Великой ночи Шивы. Нас ждет в женском кругу. Мы с вами будем, конечно же, и дыхательные практики, энергетические практики. Но вот практика, которую я с нетерпением жду и хочу передать ее вам, это трансовая практика, погружение, когда вы отправитесь в свой внутренний мир и встретите своего внутреннего мужчину, свою половинку, своего мужчину. То есть это, еще раз, это не половинка, которая идет вам по судьбе, да, там, если говорить, там, суженый, ряженый. Нет, это вы встретитесь с собой. Как выглядит ваш мужчина? Какой он по характеру? Какой он по виду деятельности? Это поможет вам узнать прежде всего того мужчину, к которому вы стремитесь и подсознательно притягиваете к себе подобных мужчин. То есть это очень... Ну, потом я позже расскажу об этой практике. Когда я впервые ее сделала, было посвящение, это было в 2011 году. Это, конечно, такая очень глубинная практика. Прямо мне открылись глаза. И знаете, когда встречаешь своего мужчину, такого родного, такого близкого, ты его видишь со стороны. И тебе приходят ответы, почему у меня в жизни так, почему у меня этак. И самое главное, что вы узнаете, как можно сгармонизировать себя как женщину и понять, что хочет ваш внутренний мужчина. Вот эта вот практика, она называется встреча с внутренним мужчиной. Мы сделаем ее в субботу, в преддверии ночи Махаши Варатри. Сейчас вам покажу. Солнышко, вот оно уже садится. Покажу вам. Ой, да что ж такое? Друзья, не могу. А, вы, 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 сейчас. Все. Вот садится солнышко. И пока вы смотрите, провожаете солнце, я тоже еще немножко расскажу вам о Великой Ночи Шивы. В эту ночь, в преддверии Новолуния, это 29-е лунные сутки, когда пробуждается как раз-таки вот этот внутренний змей. 29-е лунные сутки, они очень непростые. Это, можно сказать, самое темное время для каких-то материальных дел и невероятно полезное время для духовной практики. В это время солнце и луна располагаются так, что на землю спускается поток благословения самого Шивы. Во время нашего женского круга мы узнаем, я сейчас не успела вам многое подсказать, поведать, что же это за энергия Шивы. Лично в вас, вот прям в каждом из нас есть эта энергия. Мы с вами создадим мандалу, красивую цветочную мандалу. И ждет самое интересное для тех, кто хочет пойти шагнуть дальше. Вот послушайте, что нас ждет. Существует астрологический, на английском это звучит так, astrological remedy. Remedy это как целительство, скажем. Исцеление, да, способ исцеления. Есть такой, ну это даже не ритуал, это действие, это все основано на знании вашей карты. Для того, чтобы улучшить или сгармонизировать вашу карту, можно определенным образом активировать дом ваших отношений, дом партнеров. И для этого нужно мне, как астрологу, составить вашу натальную карту, сделать определенные вычисления. И после этого уже нас будет ждать нечто интересное, мы должны будем проявить. То есть нечто интересное нарисовать. Нарисовать, проявить энергию вашего дома отношений. Активировать ее. И это мы будем делать в ночь Маха-Шиваратри. И Шива, опять, это энергия, которая слышит всегда. Шива откликается каждой и каждому живому существу. Потому что Шива есть везде. Потому что Шива есть внутри вас. И вот такое действие. Великую ночь любви Шивы и Шакти именно в эту ночь проявился на земле Шива и станцевал танец Тандава. Я сейчас ставлю. Пожалуйста, можете посмотреть. Вот это танец Тандавы. Это такие краткие движения, выборка из этого танца. Танец сотворения и создания. Очищение и наполнение. Танец мужчины и женщины. И в данном случае мы видим вот такое вот исполнение, да, индийское, индийский вариант исполнения этого танца. На самом деле существует и другой вариант исполнения танца Шивы. Другой вариант, более гибкий, более мягкий, славянский вариант. Потому что этот танец Шивы еще танцуют и мужчины, и женщины во время купальской ночи. Об этом я рассказываю в курсе «Танец Шивы». Вы можете приобрести только три дня. Раз в году я делаю скидку пятьдесят процентов скидки. Только сейчас, до вот буквально сегодня-завтра, вы можете написать мне, пишите в Директ, пишите в Телеграм и приобретайте этот курс, где вы научитесь танцевать этот танец. Там будут и секреты, там будут и рунические значения движения. Ведь каждое движение, да, вот каждое движение это имеет символизм. Каждое движение это руна. Каждое движение имеет свою энергию очищения, наполнения, обнуления, удержания и так далее. Вот об этом, вот такими ключами я делюсь с вами. Эта информация, она была мне передана свыше. Эту информацию вы не найдёте у других учителей. Она приходит тогда, приходят нам ответы, когда мы ищем, когда мы исследуем, когда у нас есть пытливый ум, когда мы задаём вопросы. Поэтому всегда задавайте вопросы своим учителям. Это означает, что вы исследуете мир и у вас есть желание познать себя. Ну что, друзья, есть ли у вас какие-то вопросы сейчас? Значит, суммируя наш вот этот эфир, что я хочу сейчас сказать? Я жду ваши вопросы, с радостью отвечу. Кто присоединился только что, пожалуйста, посмотрите. Сначала эфир вы узнаете много интересного. Каким образом, что общего между с Шиволингомом и Куличом? Что общего у Шивы и Александра Невского? Да? Много чего интересного. Или танец Шивы, барабан или бубен. То есть вот такие вот символизмы, ключики, они открывают, конечно же, открывают двери, двери познания. Ну что, вопросов нет, да? Суммируя, хочу сказать, что перед нами открывается Великая Ночь. Не теряйте возможности. 29 лунные сутки используйте эти дни, этот день для того, чтобы перезапустить программу. Программу отношений, программу мужского-женского начала, программу созидания, зачатия. Это встреча мужчины и женщины. У нас сегодня в православном, в православии отмечается Сретение, но Сретение это встреча, Встретение. Понимаете? Встретение. Это встреча мужчины и женщины. У кельтов отмечается Имболк. Имболк связан со словом молоко, когда пробуждается сексуальная энергия у животных. Когда барашки начинают мейтинг, встречаться. То есть это пробуждение сексуальной энергии. Поэтому любые практики, которые будут направлены на трансформацию, тантрические практики, на раскрытие сексуальной энергии, а мы сейчас это делаем как раз таки во время занятий йогой, я даю всегда энергетические практики. В этом есть мой конек потоковой медитации, энергетические практики, плюс вот такие вот секреты, ключи даю своим ученикам в занятиях йогой. И вот сейчас любые практики имеют в сто раз большую силу, чем обычно. Так что, девушки, жду вас в субботу на встречу. Женский круг. Следите за объявлениями. Это будет предположительно четыре часа дня в Лондоне, семь в Москве, и у меня уже будет половина десятого вечера, когда мы с вами начнем волшебничать. Ну и, конечно же, кто будет на работе в это время, вы просто сделаете это по записи. И для тех, кто хочет провести это astrological remedy, то есть исцеление определенного, ну у нас будет эта работа с отношениями, гармонизацией отношений, налаживание отношений, и привлечения в жизнь своего супруга, партнера, потому что мы будем активировать именно дом партнерских отношений. Поэтому пишите, пожалуйста, мне, и у нас с вами впереди очень интересный праздник Махашварадри. Благодарю вас. Всех вам благ, и до новых встреч. Пока-пока.